Не сказать, что мы не ожидали этих тормозов на наших рельсах. Нет, ждали. За тот материал, который мы поднимаем во всеуслышание, по-любому появятся те, кто не прошел проверку на вшивость. И вот таким тормозом решил стать Сергей Игнатенко. Нет, он не нас тормозит, а своих подписчиков. А мы за его видео наоборот благодарны, ведь мы еще раз доведем, насколько сторонники официальных догм лишь мастера на сочинение, клевету и дезинформирование своей паствы. Да, Сережа был пойман именно на вранье, на плагиате и на том, что до наших роликов он об этих трамваях не знал ничего. Всем привет, с вами снова голос Паши Лобанова и слова от пули снегопада. Наш ответ адептам когдавой лженауки. Ребята скинули ссылку на смешное видео «Религиозный культ атмосферного трамвая», где боевой товарищ в Буденовке неудержимо борется с фейками, отстаивая непогрешимость писания официальной науки. Знаете, никогда не любил так называемых разоблачителей фейков. Во-первых, слова «фейк», «пруф», «где», «ты ловишь хайп» и прочий словарный ширпотреб, понятно, с какой секонд-хендовской конторы внедряются в обиход нашей речи. Во-вторых, хорошо, если люди разбираются и держат себя в формате обсуждения, но как раз эти разоблачители приучают людей не обсуждать, а налетать как стая стервятников на жертву, не вдаваясь в подробности. После просмотра их роликов или прочтения статей люди заряжаются самохвальством и миссионерством самоутверждаться, возноситься над человеком и получается культ негатива набирает обороты. Совсем так незаметно, как говорится. Знания и умения распоряжаться им – это, как видите, не совсем одно и то же. Не сказать, что мы не ожидали этих тормозов на наших рельсах. Нет, ждали. За тот материал, который мы поднимаем во всеуслышание, по-любому появятся те, кто не прошел проверку на вшивость. И вот таким тормозом решил стать Сергей Игнатенко. Нет, он не нас тормозит, а своих подписчиков. А мы за его видео наоборот благодарны, ведь мы еще раз доведем, насколько сторонники официальных догм лишь мастера на сочинение, клевету и дезинформирование своей паствы. Да, Сережа был пойман именно на вранье, на плагиате и на том, что до наших роликов он об этих трамваях не знал ничего. Мы еще раз доведем, что борцы против автономных технологий, которые якобы, пользуясь их нищебродным словарным запасом, разоблачают фейки, на самом деле свои сюжеты высасывают из пальца. Проверяем первый пункт о вранье. С самого начала своего видео Сережа повторяет затронутый сюжет нашего фильма от и до, отсылая этими намеками слушателя на наш ролик, но упорно, до упоротости навязывая от начала ролика и до конца, что, дескать, мы в своем фильме в отрывке от трамвая из Сан-Франциско заявили, что он на атмосферном электричестве. Так ли это на самом деле? Конечно нет. И в этом может каждый убедиться, посмотрев эпизод на девятой минуте шестой секунде. По поводу же нас, альтернативщиков и антисистемщиков, у нас тоже споры возникают, какие были трамваи. Паровые, электрические от провода, канатные, на сжатом воздухе, на часовом заводе. Все отчасти правы. Там следующая реплика. А у нас альтернативщиков, антисистемщиков и сторонников альтернативных взглядов часто споры. Канатный трамвай, электрический, паровой или другие. Все отчасти правы. То есть наоборот, призвали людей не быть категоричными и вместо бессмысленных споров переходить к обсуждению, рассмотрению и изучению. Далее по сюжету нашего фильма идет перечень трамваев из разных мест и разных городов. Заканчивается эта реплика на ролике из Сан-Франциско, где мы акцентируем внимание, что по центру борозда. То есть разжую для особо одаренных. Наоборот, противников канатных трамваев призвали не быть такими противниками, ведь предпосылки к этому имеются. После этого один вопрос. О чем тогда ролик Сергея Загнатенко? Или Игнатенко? Второй пункт. О плагиате. С самого начала ролика Игнатенко устроил истерику, будто Галина Бениславская из газеты «Беднота». После того, как ее бросил Сережа Есенин, дескать, он такой специалист, под трамваем, что вслед за ним и только после нас выпускает свои фильмы, разоблачающие альтернативную точку зрения. Дескать, он о них знает все и больше других, но чисто яйца ему мешают станцевать и показать фильмы о дореволюционных трамваях своим подписчикам раньше нас. То есть это как на самом деле происходит? Сережа Игнатенко вообще не знал ничего об этих трамваях. После просмотра у нас, как и в других случаях, его псевдоразоблачений садится за гугл, благо мы ему вектор подсказали, и первую попавшуюся мысль наворачивает под свои якобы разоблачения, даже не обращая внимания, как мы по первому пункту увидели, прав он или нет. Не убедительно, а вы его спросите, почему он в своем ролике столько раз нервным и коктавым голосом повторил в трамваях из Сан-Франциско, причем в таком извращении, будто со сломанной психикой Лены Корнаухова. А как же другие эпизоды в нашем фильме? Ведь мы использовали видео, в чем можете и сами убедиться, из разных роликов разных городов и разных годов. Никто не догадывается, почему так. Все прозаично. Это не первый наш фильм, где мы использовали этот эпизод. К примеру, в фильме «Стекольные заводы царей» на 11 минуте 55 секунде подписал год и место, где была съемка. Но в этом ролике то, что из Сан-Франциско, как и другие эпизоды, к моему счастью, я не подписал. Почему к счастью? Ведь теперь мы поймали за руку в плагиате адепта официальной лженауки. И вот поскольку в этот раз мы не подписали, диванная гвардия писала в комментариях «Это Сан-Франциско, Сан-Франциско, как тавый тгамвай и канатный тгамвай». Да. Имитируя, как сделал и Игнатенко, будто к ним в уши залетели мухи нереститься и икру метать. После чего Игнатенко зашел в комментарии, прочитал из слова в слово, повторил, что там прочел, даже не пытаясь разобраться и хоть какую-то свою личную мысль придумать, и даже вырезав кадры из нашего ролика в свой. Если кому-то еще мало аргументов, то на минуте четвертой девятой секунды своего ролика Сережа чистосердечный и сам признается, что просмотрев наш фильм и благодаря непосредственно ему решил узнать, как же все-таки литература описывает канатный трамвай в Сан-Франциско, доселе ему неизвестные. Что, само собой, меня очень порадовало, что кто-то благодаря нашим фильмам решил что-то в своей жизни узнать. Только тогда, дорогой ты наш, все твои реплики катастрофически становятся маразматическими. Единственное, где ты попытался приблизиться к сюжету нашего фильма, это в моменте, где мы задаем вопрос, что за механизм поворачивает трамвай и где этот эпизод в школьной литературе. Только я не понимаю, почему это вылилось в такую желчь, да еще и при той ситуации, что ты благодаря нашему фильму вообще-то и сам впервые узнал, что разворотный круг трамваев в Сан-Франциско был аж в 1900-х годах. Итак, ты по случайности нашел видео, как якобы поворачивал этот трамвай. Замечательное видео, что тут скажешь. Только знаете, что мне это напомнило? Как на площадях фокусники проводят демонстрации для ротозеев на угле, выковывая подковы, дабы растолковать массе людей, как в дореволюционный период не было заводских технологий. Ну так пускай вам Игнатенко, послушник официальных сплетней, растолкует, как это кувалдами и на углю делались эти разнотипные трамваи. И даже более того, я в этом фильме акцентировал внимание на рельсах. Что же ты, Сережа, промолчал в этом эпизоде и стремился выдуманными сплетнями увести людей от этого момента? Но даже более того, смотрите на рельсы. В большинстве случаев они непрямые. Посмотрите, как далеко извивы идут по пути. Игнатенко такие моменты предпочитает своим подписчикам не разжевывать. Да и что он знает, если он как дерево без чужих идей? Вот так же и с разворотным кругом. Вам показал он более-менее современный ролик, как для общественности растолковывают. Вот так-то и так-то поворачивали вручную. Уж позвольте мне усомниться в современном видео, после реставрационном, и я вполне имею право сомневаться в писанине, которая переписывается каждые 10 лет. Но давайте посмотрим еще старинный круг. Это железнодорожный музей в городе Ломета, штат Калифорния. Как нас заверяют, это точная копия депо 19 века. Обратите внимание, как такой громадный круг легко толкает человек ногой. Я просто изумился. Это же насколько центрованный круг и легок к повороту вместе с тяжеленным паровозом. Просто чудеса предки творили. Так что тут с Сережей можно согласиться, верно? Да не совсем. Ведь если на Западе, как нам показывают, все ручным трудом да ногами делали, то коррективы вносят, как кричат некоторые, отсылая Россия. И в ней делалось и делалось это так. Находится разворотный круг для паровозов и тепловозов в депо Подмосковное, рядом со станцией Красный Балтиец. Построен в 1901 году. Ну ладно, там Россия, не развитая, пользовалась механическими способами. А вот на Западе, как Сережа всех заверяет, все делалось руками и ногами. Причем, цитирую его, это не технологии, а всего лишь техническое решение. Смешно было услышать, как ты нашел фотографию Сан-Франциско в электрических столбах. А зачем фотография? Ты же якобы, как сам себя звездатенько позиционируешь, это видео видел до нас. Ведь мог показать эпизоды с фильма, что гораздо было бы интереснее, где проходит, как его назвала Википедия, электрический трамвай. Хотя по мне больше похоже на троллейбус. Вот еще один прошел. Посмотрите, какой красавец! Фары, стекла заводские. В чем проблема была вместо зачуханной фотографии показать своим подписчикам видео? Да, все очень просто, так как мы этот эпизод не включили в свой фильм, и ты его ни разу не видел, и все эпизоды, что в твоем видео присутствуют, были попросту сворованы с нашего канала. Но ты не бойся, я жалобу писать не буду, как вас, Ютуб, приучает делать. И я никому никогда не запрещал озвучивать мои публикации, брать эпизоды с моих фильмов, и даже фильмы целиком перезаливать на свои каналы. Но эти люди хоть нормальные, порядочные и честные, в отличие от тебя. Всегда напишут, всегда попросят, и ни в коем случае чужие труды не приписывают себе. Так и ты должен был сделать, если бы был нормальным человеком. Если в чем-то не согласен, хорошо, создавай свой фильм, как оно и полагается, в следующей форме. Вот посмотрел видео у Паши и Пули. Откуда взял эти эпизоды и не согласен с тем-то и тем-то, по тем-то и тем-то причинам. И это на самом деле здорово, когда люди начинают в нормальном диалоге спорить друг с другом аргументами. А ты что выкидываешь? На какой минуте мы трамваи Сан-Франциско перечислили к атмосферному электричеству? Сможешь своим подписчикам рассказать? Конечно нет. Так как этого момента хоть 200 раз фильм пересматривайте в толпой, но ни один человек не найдет. Если ты имел в виду этот эпизод, то дорогой ты наш, это не Сан-Франциско. Или где-то там канат видишь посередине. Или где можно рогу крепиться к каким-то проводам. То есть, естественно, логично предположить, что трамвай беспроводной. Итак, я абсолютно всем довел, что Сережа Игнатенко – плагиатор. Теперь все понятно, что данные борцы против автономных технологий все свои сочинения высасывают из пальца, и их аргументация ни на чем не держится. Данный пассажир никогда никаким исследователем не являлся, а лишь паразитирует на чужих трудах. То есть, этот планктон, который на брюхе кита пытается преодолеть большие расстояния, ведь своими силами что-то сделать у серых никогда не было таланта. Все, на что способны когтавы, это присваивать чужое себе и коверкать все своими кривляньями. Ну и на закуску. Оказывается, Сережа, ты не только на уши контуженный, но еще и глаза у тебя выросли не с того места. Эдакий слепоглазый ухошлеп. Это же надо было столько в грудь бить и заверять, что, дескать, это канатный трамвай, да канатный, при этом показывая своим подписчикам и самому себе, что канатного трамвая по существу в Сан-Франциско и нет. Ведь если поверить показанной тобою фотографии и если верить музею, то это не канат, а трос. А значит, трамваи эти не канатные, а тросовые. И если ты и твои подписчики неучи, которые не могут отличить канат от троса, так вот для вас выдержьте, ознакомьтесь и можете не благодарить. Подпись пули снегопада. Субтитры создавал DimaTorzok